Стенды с поэтическими изданиями Филиппа Шкулёва, книги о его жизни и творчестве, уникальные фотографии. Для краеведческого семинара по крупицам собрали все самое интересное, чтобы получше узнать о личности певца революции. Несмотря на то, что со дня рождения поэта прошло уже 150 лет, его произведения и сегодня звучат актуально. Шкулёв создал границу образов людей из народа, с познакомствованием, чувствами и мыслями, Сделало то, что не было сделано его более талантливыми современниками. Блоком, Архматовом, Цветайовым, Есениным, Маяковским. И благодаря этому историю русской боезни был по праву, занимает почетное место. В средphone Некрасовым, Корцовым, Никитином, Сульковым являясь достойным продолжателям. Филипп Степанович – знаковая для нашего края фигура. Он стал первым председателем Волосного совета в Царицыне, который в те годы был административным центром Ленинского района. А сейчас районное литературное общество носит его имя. В памяти земляки усилия микроэведов свет увидела книга «Песнопевец пролетарской революции» – 700 страниц ярких, пронизывающих шкулевских строк. Ушло около пяти лет. Пять лет работы в архивах, в библиотеках центральных, в исторической библиотеке. Надо было посмотреть, перешерстить огромное количество старых газет. Там были его поэмы, там его были стихи, там были его пародии. У нас здесь порядка 700 стихотворений, которые публиковались не только здесь, в Москве, в Подмосковье, но и в Архангельске, куда он был сослан. Впрочем, останавливаться на этом почитатели таланта Филиппа Степановича не собираются. Первый заместитель председателя общества краеведов Алексей Плотников выступил с идеей создать фонд имени Шкулева на базе историко-культурного центра. И материалов для него уже предостаточно. Всего стихотворений у Шкулева оказывается около 700, но вот здесь опубликованных. А я сказал, что еще надо искать. Вот около 70. И некоторые стихи, они подкупают. И, конечно, встреча была бы неполной без чтения произведений Филиппа Шкулева. Ученик одной из видновских школ Артем Мусаилов продекламировал стихи из, пожалуй, самого знаменитого цикла автора – «Кузнецы», написанного в революционном 1905 году. Кто, скажи, устроит лучшую жизнь тяжелую твою, я ответил в даре – самскую.